Столицу ждет второе открытие катка. В Бендерах хотят разобраться с собственниками заброшенного жилья. А на мемориале славы в Террасполе увековечат имена всех террасполчан, погибших на фронтах Великой Отечественной. Эти и другие темы обсудили сегодня на совещании у президента. После 9 мая на столичном мемориале славы начнут реконструкцию. Обновление приурочено к 80-летию Великой Победы. Переделывать будут мемориальные плиты. На них появятся имена всех террасполчан, погибших на разных фронтах Великой Отечественной. Память должна жить здесь у нас на родине. Тоже самое террасполчане, они же все призывались фактически в 44-м году, скажем так, после освобождения. А в 44-м год, понятное дело, это все Западная Европа, все они лежат в иных государствах. Ну а память о террасполчанах мы должны оформить здесь, именно на мемориале славы. И после 9 мая начнем работы. И под таким контролем необходимо, конечно, их провести. В Бендерах решили вплотную заняться заброшенными домами. В городе их несколько десятков. Они портят вид города, особенно в центре. Разрушаются, там собирается мусор. На прошлой неделе городская комиссия объехала заброшки в районе Борисовки. Об этой работе сегодня рассказали президенту. Есть у нас несколько десятков объектов, где есть сложности с нахождением собственников. Поэтому мы вышли и определились, что по таким безхозяйным объектам мы будем, учитывая, что есть очень много пробелов в законодательстве, начнем пока просто приводить и в порядок разбирать тот мусор, который находится на линии заборов, устанавливаясь за счет бюджета эти заборы. И потом эти обязательства будем перекладывать уже на тех собственников, которые есть, либо появятся при получении наследства. Сейчас как-то повлиять на владельца заброшенного дома практически невозможно. Чтобы дело сдвинулось, надо менять закон. Перечень заброшенных зданий и имеющихся с ними проблем власти Бендер направят в Верховный Совет, чтобы вместе с депутатами можно было разработать изменения в закон и решить давнюю и больную проблему в правовом поле. Еще одна тема сегодняшнего совещания – столичный каток. На выходных соединили все части нового купола. Сегодня, как только утихли порывы ветра, его подняли над катком. Высота новой крыши – 13 метров. Это как пятиэтажный дом. На следующей неделе мы планируем заливку льда, и у нас будет повторное открытие в этом году катка, что позволит нам еще месяц им пользоваться. Поэтому, обращаясь к главам государственной администрации, если по вашим районам есть желающие посетить наш каток, то, пожалуйста, формируйте списки, формируйте заявки. Мы будем для городов, для иногородних делать, естественно, конечно же, отдельные дни, когда вы сможете беспрепятственно позволить своим гражданам попасть на каток. Пока и это не шутка. Официальным днем второго открытия катка называют 1 апреля. Пока прохладно, это будет ледовый каток. А к концу весны его профиль изменится. Городские власти думают о смене покрытия, чтобы спортом можно было заниматься и летом. Наталья Ткачук, ТСВ.